Спустя 78 лет пропавший без вести участник Великой Отечественной войны красноармеец Василий Васильевич Амбросов был найден поисковиками и идентифицирован. В августе его останки были торжественно перезахоронены на родине, в Искитиме. 4 сентября семья солдата передала в дар музею его личные вещи, найденные на поле сражения. Официальную часть мероприятия сотрудники музея начали с экранизации фотографий скитимцев, участников Великой Отечественной войны, чтобы напомнить присутствующим, какую цену заплатили наши земляки за великую победу. Но не о всех судьбах солдат и офицеров знакомы их родственники. Тяжким испытанием для них стала весть – пропал без вести. Историческую справедливость восстанавливают отряды поисковиков, возвращая бойцам их героические имена. 29 апреля 2019 года в Ельницком районе Смоленской области московский поисковый отряд застава святого Ильи Муромца среди 170 солдат, чьи останки были обнаружены, прочитали медальон нашего земляка Василия Васильевича Амбросова. Останки солдата с почестью были переданы семье и торжественно захоронены в Искитиме. А личные вещи, найденные на месте гибели – солдатский медальон, патрон, монеты, каска и лопатка – отныне станут экспонатами музея. Василий Васильевич Амбросов – уроженец села Новососедова Легостаевского района Новосибирской области, 1901 года рождения. Известно, что Василий Амбросов был призван Легостаевским райвоенкоматом в начале сентября 1941 года. Он участвовал в Ельминской наступательной операции, которая стала первой советской наступательной операцией и первым фактическим поражением вермахта в Великой Отечественной войне. Участвовал он и в Смоленском сражении. К сожалению, Василий Васильевич пал в бою, пробыв на передовой совсем недолго. Как гласят документы, письменная связь оборвалась с ним в январе 1942 года. Но в нашей памяти он останется навсегда. Такого в нашем городе не было никогда. И хоронили мы одного солдата, но отдавали память всем, кто не вернулся с войны, чьи родственники годами, десятилетиями ждали возвращения. Я когда смотрела видеомост с Вашей родственницей, которая живет в Липецке, насколько я помню, она рассказывала, как ее мама ждала отца, поскольку когда отец ушел, она была совсем маленьким ребенком, она его ждала. Ну, наверное, все уже взрослые понимали, что ждать нечего, а ребенок ждал. И вот, я думаю, сколько таких детей, которые ждали. Большое счастье для семьи спустя 78 лет обрести право открыто говорить о своем родственнике, как о герое, отдавшем жизнь за родину. Слова уважения и благодарности Светлана Валерьевна выразила ветеранам Великой Отечественной войны, присутствовавшим в зале. Для них война не история, а реальная жизнь. На их плечи легла и тяжесть послевоенного восстановления страны. Сотрудники музея вручили цветы ветеранам Зиновию Кузьмичу Журавлеву и Алексею Сергеевичу Лупареву. Говорят, что война не закончится, пока не найден и не похоронен последний лезвести попавший солдат. Пройдут годы, будут меняться поколения. Но я очень надеюсь, что всегда будут у вас неравнодушны люди, которые будут готовы тратить свое время, силы на поезд. На то, чтобы, наверное, я не могу сказать, что они дарят какое-то счастье, да? Но какое-то облегчение от того, что человек нашелся, от того, что вот история семьи получила свое логическое продолжение, они, конечно, своим трудом дарят семьям, в чьи города возвращаются воины, погибшие в Великой Отечественной. Огромное спасибо тем ребятам, которые проводят сейчас эту поездковую работу. В свое время, во время каникул, детки. Вот мы были в Барнауле, когда принимали в Астангел. Я там возвращался отряд, поездковый отряд после окончания поездковой смены. Вот верите или нет, 12-14 лет, вот такого роста, худенькие. Ну, растут люди еще, понимаете, худенькие, какие-то бледненькие, искусанные комарами. Представляете, люди, которые могли, в смысле детки, которые могли спокойно отдыхать там, я не знаю, на море, на даче, все остальное прочее. Здесь же едут в лес, в тайгу, в мошкару, в болото и проводят эту нужную и героическую работу. Ведь кроме земли, кроме автанков и личных вещей, находится то, что оставила война. То, что может быть, как говорится, снаряды, гранаты и все остальное прочее. То есть, невзирая на страх, невзирая на неудобства, эти люди проводят такую нужную работу. Решением наградной комиссии благотворительного военно-патриотического фонда застава святого Ильи Муромца Общероссийская общественная организация по увековечению памяти погибших защитников Отечества посмертно наградила Василия Амбросова медалью «Шагнувшись в бессмертие». Эта награда станет семейной реликвией, напоминающей всем последующим поколениям о доблести солдата Василия Васильевича Амбросова. Несмотря на занятость, 10 представителей фамилии прибыли в музей, чтобы торжественно передать личные вещи своего деда в фонд музея. Они искренне поблагодарили детей и руководителей из поискового отряда. Благодаря этим детям наш дед пришел в разряды пропавших без вести, в разряд героев, защитников Отечества. Благодаря этому мы смогли похоронить его с ним в участи на родной земле. Благодаря им мы смогли вести на его могилочку и отдать ему должное. Мы гордимся своим дедом. Теперь мы можем гордиться, теперь мы знаем, что он уходит, защищая нашу жизнь. Я хочу от имени Слитинского музея поблагодарить всю вашу семью за благородное решение и передать нам вещи Красноармин Санбросов. Как уже было неоднократно сказано, приближается год 75-летия Победы. И эти вещи не только пополнят наши фонды, они будут использоваться в выставках. Они будут использоваться в постоянной экспозиции, посвященной Великой Отечественной. Они будут воспитывать нашу молодежь. То есть получается, что Красноармин Санбросов снова в строю. Воевал в семье Амбросовых не только Василий Васильевич, но и его старший сын. Только теперь внуки рассказывают, как он переживал о судьбе пропавшего без вести отца, как теперь может им гордиться семья. Да, он вернулся, он ушел в 16 лет и вернулся в 17 уже раненым, контуженным, инвалид войны. Про дедушку он не знал. Он ушел на войну и ничего неизвестных никаких не было о нем. Ничего он не знал. А отец под Курском? Отец дошел до Орловской, Курской дуги и был ранен там. Ранение легкого было, контужен был и комиссован был по ранению. Почему ты писал деду? Он был командир разведроты. И теперь, по крайней мере, на могилу можем прийти к деду. У нас теперь две могилы, два фронтовика и папа, и дедушка. Когда нам сообщили об этом, ну не поверили. Ну понимали, что кого-то находят погибших, нас дед пропал без вести. Что наш дед, ну обрадовались и не верили, удивлены были. Ну конечно, радость, огромная радость была, потому что наш дед, вот именно, что наш папа тоже на фронтовике был. И он сильно переживал. Вот это вот слово пропал без вести, сильно волновало всех. А когда мы узнали, что он найден, погиб, ну это прям гордость, это радость. 9 мая теперь внуки и шестое поколение правнуков в колонии бессмертного полка будут нести две фотографии – отца и дедушки. 9 мая в нашей семье всегда был значимым праздником, так как у нас дедушка Илья Васильевич был героем войны. Теперь 9 мая будет вдвойне для нас очень важным праздником. Мы будем отдавать дань памяти и дедушке, и прадедушке. Огромное-огромное спасибо поисковым отрядам. Сделали огромное дело. То есть мы были просто счастливы за то, что мы можем предать земле нашего деда, нашего деда, прадеда. И можем прийти на могилку и поклониться. То есть мы, конечно, очень рады. Решение семьи было принято сразу, так как музей теперь будет хранить историю нашего деда, историю его подвигов и его гибели. Ну и также каждый человек должен хранить историю нашей Великой Отечественной войны и передавать его другим, то есть как бы из поколения в поколение. То есть без прошлого нет будущего. Большая дружная семья Василия Амбросова сфотографировалась на память с ветеранами Великой Отечественной войны, сотрудниками музея, представителями администрации и общественных организаций, разделивших с ними этот торжественный момент. По окончании официальной части мероприятия все участники встречи посетили экспозиции музея и в первую очередь зал боевой славы, где в будущем будут размещены и личные вещи красноармейца Василия Васильевича Амбросова. Субтитры создавал DimaTorzok